Привет, друзья! С вами Сантей, продолжаем мы рубиться в Готику 2. Возвращение 2.0. Альтернативный баланс. В этом видосе я расскажу, как выполнить квест Охота на странных монстров. Квест дает Фальк во второй главе. После выполнения квеста Охота на редких монстров. Я выполнил его в 114-м видосе. Ссылка появится сверху. Фальк снова рассказывает мне слухи о появившихся монстрах. На этот раз их тоже трое. Первый монстр это Дрейк, который обитает на каменном пляже, там где располагаются огненные вараны. Второй монстр Людоед Охар в пещере недалеко от фермы Анара. И последний, третий монстр. Это особый ползун в пещере, которая находится недалеко от круга камней. Скажу сразу, что монстры очень сильны и составляют большую опасность даже для прокачанного игрока. Так что беритесь за этот квест, когда будете полностью уверены в себе. Но я вам покажу, как проще замочить этих монстров. Во второй главе огнедышащий Дрейк Ракс появится на каменном пляже за восточным лесом. От круга камней, куда я ходил с Ларесом, за орнаментом, иду в сторону моря. Возле башни Темного Голема есть спуск к морю. Вот это место на карте. Помимо Ракса, здесь много огненных ящериц. Я бы посоветовал вам, не гасить ящериц, пока месь не научитесь вырывать их огненные языки. В будущем из них можно будет научиться делать эликсир защиты от огня. Вырывать языки учит охотник Гром, после того, как я принес ему еду. 74 видос, ссылка появится сверху. Ракс очень силен и очень быстр. К тому же он на километр шмаляет огнем. Не сомневайтесь, что он убьет вас с одного удара. Но если заманить его в воду, то он становится беспомощным. Второй монстр, Людоед, после диалога, появится в пещере за фермой Анара. Как раз в той пещере, где я недавно гасил босса гоблина Гримгаша. По заданию Пепе, 124 видос, ссылка появится сверху. Возле Людоеда, также появится Мракорис. Гошу сначала его. Дальше гошу Людоеда. Он достаточно силен. Но если действовать быстро, сагрить его, быстро выбежать из пещеры и сразу повернуть направо, то есть очень большой шанс, что монстр застрянет в камнях. Дальше просто расстреливаю его из лука. Ну и последний монстр, это особый ползун Рудогрыз. Он появится в пещере, недалеко от Круга Солнца. Если идти от Круга Солнца, где я нашел арбалет Драгомира, в 106 видосе, ссылка появится сверху. Вниз по каменной лестнице, то справа будет пещера. Вот это место на карте. Рудогрыз тоже силен. Но помимо этого, его охраняет очень сильная нежить. Получай, Труарь! Тут уже действуйте по ситуации. Против нежити очень эффективно серебряное оружие, магические стрелы и магия паладинов. Но в принципе и обычное оружие тоже наносит урон. Серебряное оружие я еще не взял. Ближайшую серебряную шпагу мне даст пират Джек за выполнение квеста Проклятый маяк. И так как я еще этот квест не выполнил, то шпаги у меня пока месть нет. Магией паладинов я не владею, а свитки покупать у интенданта Мартина довольно-таки дороговато. А вот магические стрелы я изучил. Их учит делать алхимик Игнац за 8 очков ЛП. У меня сейчас в наличии всего лишь 100 стрел, поэтому подэкономлю. А вот с призраком обычное оружие не поможет. Перехожу на магические стрелы. Сочетание клавиш ЛЕВЫЙ ШИФТ и стрелочки на клавишах Ю и Б. Стрелы переключаются только в тот момент, когда лук у вас за спиной. Того мага-нежить тоже, пожалуй, добью магическими стрелами. Ну как, нравится? Ну как, нравится? Начнем заново. В сундуках в пещере, кроме горного хрусталя, который требуется для производства магических стрел, ничего интересного. С рудогрызом тактика, как и со всеми ползунами. Заманиваю его в узкий проход и махаю шпагой справа-влево. Иду к Фальку, сдаю квест. Говорю, что я замочил Дрейка на побережье. Что убил людоеда за фермой Анара. И что зачистил пещеру с ползуном рудогрызом. За все в награду получаю деньги и опыт. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, ссылка на донат находится в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok